Здравствуйте! Вы находитесь на канале Яркие картины Натальи Ширяевой. Сегодня вы увидите яркие картины, но не мои. Это картины художника Вадима Колобовникова из города Липецка, с которым мы сегодня познакомились в реале. И вот буквально на днях недавно в интернете пересеклись. А сейчас уже мы с ним общались практически целый час. Он столько-столько нам всяких интересных подробностей, вообще творческого всего и технических моментов рассказал. Я просто в восторге, нахожусь от работы, от общения, вообще от всей атмосферы. И рада вам представить тоже этого человека. Знакомьтесь. Вот, незаурядная личность, художник очень яркий, выделяющийся. И работы его такие же тоже насыщенные просто незаурядностью и просто таким количеством энергии, и что у меня просто зашкаливают вообще энергетические мои потенциалы все. Вадим, я хотела бы тебе несколько вопросов задать. Я думаю, что какие-то из них будут, наверное, интересны нашим зрителям. У меня в основном канал рассчитан на тех, кто начинает только, кто только почувствовал себе творческий потенциал и хочет его развивать. А я хочу их к этому простимулировать. Хотя я вроде бы сама не профессиональный художник, но у меня есть ощущение, что вот энергия какая-то такая идет, которая может мотивировать других. Я просто знаю, я в разных областях как бы так себя проявляла. И вот сейчас у меня идет такой поток, что хочется людей стимулировать к творчеству, к живописному именно. Скажи что-нибудь, какой-нибудь мотивирующий, я не знаю, там, слоган или что-нибудь, идею для людей, которые, вот, знаешь, они не профессионалы, они, может быть, уже там, я особенно как бы акцентирую на то, что возраст может быть уже не тот, когда там учиться можно в институте. То есть там, вот у меня сестра, например, 45 лет начала заниматься живописи, а сама там 36. Что ты можешь этим людям, ну, посоветовать? То есть как бы как? Советую могу. Ну, это получается, во-первых, очень интересно. Всегда будет возможность общаться с людьми, которые имеют к этому отношению, они очень интересные, и созидают что-то новое в этом мире. Ну, как сказать, это просто, просто не скучно. Это может даже вам приносить какой-то доход определенный, помимо интересного общения. Вы просто будете находиться на подъеме, потому что, как считать, что творческие люди, самые счастливые люди на свете. Потому что ты стараешься внести что-то в этот мир, помимо того, что этот мир уже имеет, ты добавляешь в нее своим творчеством еще одну грань. И эта грань может оказаться кому-то близкой, кому-то она на самом деле может просто помочь, эмоционально поддержать. Но в этом мире, помимо существующих каких-то констант, надо создавать еще что-то новое или развивать уже что-то существующее. Кстати, мне понравилась, да, особенно близко была фраза про то, что это вам даст, типа, столько радости, что самые счастливые люди, это люди, которые творят, да, что-то. Вот и я тоже, у меня тоже в голове выставилась концепция, что даже, в принципе, наверное, и не важно стремиться к каким-то, ну, можно так сказать, регалиям, тем более, если ты начинаешь там не в 20 лет, ты там не ставишь перед собой цели, там, дойти до какого-то этого. Но вот если... Самый главный цель, быть просто счастливым. Вот, да, 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 то есть можно, скажи, в 60 взять кисть и начать рисовать. Это прекрасно. У меня мама говорит, я с детства хотела рисовать, но не получалось никогда. Я говорю, давай я тебе сейчас буду со мной садить. Это столько эмоций будем давать. Причем эмоции-то именно положительного характера. То есть их ни с чем не перепутать, что ты будешь просто на этот момент счастливым. И ощущение Творца, оно вообще не счастливое. Даже не про то, что там какие-то дивиденды, ты там что-то создашь, и что-то это там продашь, и кому-то это востребовано. Тебе будет хорошо, и этого достаточно. Все. Вот, ну здорово. Мы, видите, мы оказались вообще едины в этом мнении. Но мне кажется, что все люди творческие, которые сами в этом находят, они все примерно одно и то же скажут, что это наивысшее счастье, да? Счастье созидания. Практически счастье в честном виде. Этот поток ни с чем не перепутаешь. То есть тебе просто хорошо. А у тебя вообще вот состояние творческого вдохновения, оно всегда как бы, ну, одноформатное? Или все-таки это бывает вдохновение, которое происходит из какого-то более там нехорошего состояния? В основном все из хорошего. То есть это именно вдохновение, это такое возвышенное? Никаким, знаешь, хотя слушаю, знаешь, там тяжелую музыку, самую, крайне тяжелую, агрессивную. Былок, например, он за это мне там. Знакомцы у меня, соответственно, подобного характера. Мы же не знаем, что люди там мрачные, депрессивные, а просто, какого на сердце от песен тяжелые. Ну, в плохом настроении сходишься работать? Или это нужно определенное? Ну, мне как-то делать, я не бываю плохого настроения. Да, я, конечно, не то, что там это какое-то совершенство, мне не было плохого настроения. Естественно, бывает там раздрек, тяжелые нервы. Мы живые люди, взрослые, там, когда там куча, там, помимо каких-то задач, те же бытовые, если вопрос надо решать, ну, нет, все бывает. Но, по сути дела, если, ну, как бы, если тяжело это состояние, я беру какой-нибудь там ремесленный процесс, включая, там, ход. То есть, да, потраники, там, делай, там, строгай, там, что-то там, да. Понятно, то, что не все будет. Хлепай, халстуй, оттягивай, то, что не надо, знаешь, тебе как-то, тебе можно, ну, простой какой-то вот рукотворный вот этой работой заниматься, которая там не требует, там, у тебя какого-то энергетического потока. Ну, а так, ну, как в жизни, там, стараешься людьми с нормальными, умными, хорошими, добрыми, адекватными общаться и, соответственно, какой-то общий эмоциональный фон, он, соответственно, тоже созидательный. Подобные претергиют подобные. Сам музыкой не занимался? Нет, музыкой не занимался, нет. Ну, как повлекался всегда, да? Ну, слушался. Просто музыкой еще занимался, смотрели. Ой, ну, вот эта вот работа потрясающая. Я, ну, как бы, вот что-то мне, конечно, больше нравится, что-то меньше, это, ну, как бы, всегда, да, естественный процесс. Ну, цвет, то есть я прямо, вот, вот, сочетание цветов настолько мне близкое, вот эта вот гармония, у меня просто вот, состояние восторга, ничего другого нет. Ну, и, как бы, конечно, потом уже я смотрю, в принципе, на какие-то объекты, да, какие я могу уловить, если их можно. Вот, вот, цвет, это, наверное, первое, именно вот сочетание цветов. А как отношение к собственным работам? То есть по окончании работы чувство удовлетворения всегда? Ну, конечно, оно по-разному, да, что-то больше, что-то меньше. Где-то там выполнил задачу, где-то ты даже к ней вообще не приблизился. Оставляешь эти работы, которые не удовлетворяют? Нет, частично нет. А что с ними делаешь? А как? Часть выбрасываю, часть холстов снимаю куда-нибудь, кладу в угол, выбрасываю, потом. Ну, вчера три снял, одну просто порвалась. Никто не пытается остановить? А зачем? Это же абсолютно... Чтоб никто при этом не присутствует. Не-не-не, это же не демонстративный процесс. Я ее уничтожу. Не-не, я иногда, это, Руслану, он просто, я думаю, пишу, он когда, смотри, я говорю, я недовольна, я бы ее сейчас соскоплила. Он, не-не-не, не, обставь, да, завтра. Завтра ее пока соскапливать, да, то есть... Ну, хорошо, я прислушаюсь к ней, я говорю, с тех опытного профессия. Потому что я оставляю некоторые, но она мне так и продолжает, не нравится. Я потом не вижу, что ты ее, как бы, ты ее оставила, и, по сути дела, ты в этом процессе закончила свои родители. То есть, знаешь, сколько работы соскабливаешь? И уже по соскобленному, ты начинаешь заново, вот так и получать. Здесь барахло. У меня здесь пара работ, которые я практически полностью соскабливал. Думаю, кля, вообще нормально. А то, что в соскобленном виде какие-то проявляется, что-то другое. Да, да, да. Я тоже так и говорила. Так что я сделаю. Не останавливайся. Хочешь уничтожить, уничтожить. Хочешь остатываться, очень. Ну, вот, вот такого типа мне нравится работа. Прикольно. Мне нравится. Я прям беру, вот, что есть, прям, первая попавшаяся, и композиция она на месте. Ну, натягиваешь сам? Конечно, да все сам полностью. Я-то сам по драмике делаю. Вообще, как бы, так принято, все профессиональные сложности делать, нет? Я несколько лет только покупал, некогда было делать. У меня еще, получается, я помню, уже есть еще там, у меня там есть занятия. У нас с другом свое ООО, то есть мы еще там рекламу двигаем. У меня текстурная паста или что? Это просто опилки древесные. Вот я чувствую, но где-то есть какие-то как волокна, да? Есть где-то какие-то шарики. То есть просто пробуешь, экспериментируешь сразу. Митки, песок, там, не знаю, что хочешь. А снег что дает? Ну, снег я, например, беру просто в краске, если он рыхлый, прямо на пленель, в краске снег и вперед. Ну, то есть есть работа, куда снег добавляет. И держится краска, не мешает. Ну, пока она еще сама не приобрела, знаешь, густоту настолько, что она на холст наложится, пожалуйста, используй. Какие, подожди, какие краски, что банки? Эскизные из банок. Вот есть, ну, в тюбиках в основном краски примерим. А эскизная краска, она в банках таких больших, вот, в тюбиках, открываешь. То есть это художественное масло, но она... Она так и называется, эскизная. Эскизная, это для быстрой эскизной работы, когда ты не делаешь детали, а в основном заливаешь там, допустим, берешь вот эту, раз, эскиз, все, ты цветы. А состав ее на что похож? На краску на ровор? А состав, по сути дела, тот же самый, как у основной художественной краски, только нет. Нет, она более низкого качества, там тертость, сама более грубая тертость, там, получается, льняное масло, само, более низкого качества, там пигмент более дешевый, ну, то есть все составляющие те же самые, но они более дешевые. Берешь, допустим, Мерседес или там, и там Лада, и эта машина, и эта машина, только здесь более дорогие комплектующие, а здесь более дешевые. Хорошая краска, в любом случае, даст работе сохранность, это вне всяких сомнений, ну, не знаю, почему-то скучновато это все отслеживать, прям. Ну, я понимаю. Конечно, ну, там, не нравится мастер-класса, покупай, ну, да, вас. Нет, просто некоторые, я читаю, там, наверное, некоторые, там, профессионально пишут, только там, натуральный пигмент, вот, я весь такой, весь, весь такой, весь такой. Да пусть занимается. Ну, вот они на этом заморачиваются, я думаю, для кого это важно, для покупателя может быть важно? Или это в чисто вот одни, как бы, да, для них можно? Ну, для человечества, ну, для покупателя, ну, для времени. Можно взять офигенные краски сделать говно, а можно взять грязь из-под ног и сделать шедевр. Ага, мне интересует, как бы, вот, да, стоят незаконченные, есть какие-то, которые стоят незаконченные. Ну, да. А там приходят до осмысливых. Ну, да, да, да. Да, есть вещи, которые они, как бы, до какого-то момента шли, потом их развитие приостановилось. Ну, да, есть, есть вещи. Хотя, вот, я начинаю понимать, что, вот, если сейчас мне данная работа интересна, эта тематика, эти задачи, которые я ставлю, она может не длиться до бесконечности. То есть, вот, сейчас она мне интересна, я доделала травма, довел ее до кондиции, она определенную степень завершенности уже имеет. Если я отложу в сторону, мне могут быть уже не близки те задачи, которые я ставил перед собой. То есть, через три года ты не войдушь в ту же воду. Ну, да, у меня есть тот взрослый. И, как-то, вообще, чем дальше, тем меньше надежды, что оно будет закончено. А вообще, вот, период вот именно вот этой темы, он какое-то время длится? Или это твой стиль, как бы, по жизни, по стиль жизни? Вот эта экспозиция, которая... Нет, в принципе, это, наверное, мое есть, но тематика, которая вот здесь, в принципе, она выставка, она тематическая, у нее есть концепция определенная. И я внутренне, в подобной экспозиции шел мне с интеллектом. То есть, я понимал, что вот выставку с подобной темой я ее сделаю. То есть, неизвестно было, когда, как, в каком виде это будет. Ну, а концепт существовал давно. Это тоже, получается, пейзажи отстрации, да? Нет, совсем так. Получается, выставка называется «Открытое пространство». Открытое пространство можно, получается, на два разделить, получается, смысл это слово. Открытое. Это, ну, мы выходим, допустим, на луг, там, или на поле. Пространство открытое. Кто хочет, может быть, его никто не закрывал, оно абсолютно открытое, вообще доступно. И пространство, которое, ну, скажем так, неземного характера, их еще надо открыть. Они будут потом кем-то и когда-то открыты. Но если я их уже изобразил на работах, значит, они уже открыто оказались мною. То есть, и они тоже начинают носить такой общедоступный характер. Я открыл, приглашаю вас в этот раз пространство. Понятно, да. Ну, это как бы открытое, да, тут много значений слова. Ну, смысл уловил, да? Да, то есть. Ты же создаешь, ты же смотришь, ты же ощущаешь, что ты там живешь как бы в этом. Есть такое чувство? Ну, как бы, да, ты же себя поселишь. Чешево присутствует, правильно, в этом. Сопричатность. Вот. Но пока, как бы, ну, ты как бы чувствуешь, что оно где-то есть, да? Ну, как бы, фактически, как бы оно только там. А тут, когда ты еще видишь, что оно в реальности просто проявилось, и вот, ну, ощущение, что ты как бы Бог создал, да, какую-то, какую-то часть там проявленную в семье, например. Ну, я вижу, оно как-то, ну, мягче выглядит, чем мастихина. Стихина, как бы, более жестко, что ли, фактуру дает. Не знаю, я бы, я бы сказала, что это вообще какой-то толстой кистью, полусухой такой. Да, я чуть-чуть кистью, это вообще мало сейчас испортил, да. С пухомным ножом. Интересно, я, когда только впервые еще у меня не было мастихина, я пробовала пухомным ножом. Мы в тот момент жили просто в Таиланде, когда начала писать красками. И там ничего, под ногами что оказалось там. Потом мы нашли уже как-то места, где продается, все это было очень сложно, потому что английский плохой, у них плохой, тайского мы не знали. И так вот как-то на пальцах пытались объясняться. То есть спросили, где продаются, ну, мы не могли объяснить товары, поэтому они нас отправили туда, где продаются картины. Они подумали, что мы картинку хотим. А там уже где продаются картины, мы уже знали, где продаются товары, нашли. Я тоже поэтому. Первый раз вот эту технику мастихину пробовала именно ножом, и ложкой еще взяла, загнула конец ложки, крашек вот эту полукруглую ложку там. Вопрос тоже технического плана. Как у тебя за жизнь в плане бредности красочной? Я даже не думаю. То есть у тебя никаких реакций не дадут? Да, у меня просто вот сейчас, в конце второго года проявились реакции, я вот два месяца сейчас почти не пишу, потому что организм мне должен почиститься. А какие-нибудь шпаклевки, штукатурки, ничего такого? Нет, я начинал это пробовать, все это как бы отторгается в том плане, что я… У меня нет гарантии, чтобы в какой-то момент это осыпиться. Ну вот оно, да. Я несколько месяцев посвящу работе, а экспериментальная аквиловая шпаклевка, как строительная, у меня просто осыпься, на фиг мне это нужно. Я с грунтом не экспериментирую, хороший питерский грунт, а грунтую, применяю в принципе нормальные краски. А желатинешь холост? Да, проклеиваю, да. Это чтобы что-то лисе не заводилось себе? Нет, желатин это проклейка, чтобы краски на обратную сторону, холсты не было. А, так, понимаю. Просто после проклейки я грунтую. Я видела в интернете мастер-класс, когда человек, он вначале большой холст грунтует, ну как бы желатин не грунтует, а потом натягивает, а ты вначале натягиваешь потом. Я натягиваю, да. То есть так считается правильно? Тоже тут нет такой способа. Ты можешь попробовать и такой подход, и такой подход. То есть в принципе. Да, да, да. Есть же получается готовые холсты, которые подают рулонные, да, грунтованные. Да. Ну их получается мочат перед натяжкой вообще с обратной стороны, с фасада, да. Ну на натягивание. То есть я получается просто натягиваю тряпку и уже получается проклеиваю уже на подраме. А какая тряпка? Я в основном двунитку беру. Она получается недорогая. Двунитка, это такая белая плотная ткань. Ну это видит в специализированном месте? Да, в магазине тканей. А. Вот она, белая ткань. Ага. Ну это типа для пера, вот это вот. А я не знаю. Ты знаешь, вот я ее... Функциональность ткани окончательный, я ее не знаю. Угу. Мне просто девчонка одна говорила, что это... По плотности она. Для пера, вот как бы не знаю, подушек, для перейд. Она бывает разного плетения, разной плотности. Бывает прям, она такая даже немножко она просвечивается, а есть такая плотная вообще, как брезин. Угу. Практически все вещи полинерные. Без натуры не важно. Ну я стараюсь, получается от природы не отрываться, как вот Павел Николаевич Филонов тогда говорил. Дети, ребята, от природы не отрывайтесь, она вас наказывает. Да. Я этот момент прочувствовал. То есть и все моменты, которые даже связаны с работой в мастерской, они все равно имеют полинерную основу. Все равно прерываются. Я полностью делаю сутки. Я полностью сейчас из-за этого гармонта. Я их чистил и полностью. И оставил. Это полностью счищенная. Абсолютно. Абсолютно вся счищенная. Смотри. Не оставил ни одного из них. Я снял все. Я оставил. Все. Все работает. Живем. Живем тоже такого путь. А она получилась просто, знаешь, ну, в общем, она получилась такая скучная, ну, как сказать, такая обыденная вещь. То есть я чистил все стол на свое место. А, очень хорошо. Вот проходить будет выставку, повесишь свою работу на ногу. И ты будешь себя сравнивать с другими. А другие будут сравнивать тебя с собой. Это нормально. Это очень хорошо. Тебя это будет воспитывать. И тебе это никого не нужно. Ну, я же прислашаюсь. Нет, ну так. Это не то, что это, знаешь, какая-то панацея. Я тебе какой-то универсальный способ для жизни предлагаю. Нет, это просто, ну, просто, мне кажется, это настолько естественно. Вот сначала ты маленький. Ты там притащил свою, там, эту молекулу, давай столько раз поставим. Ну, это там, ну, нормально. Там, типа, работай, работай. Ты такой, ну, да, хорошо. Вот ты работаешь. Ну, там, раз, чуть-чуть подрос, опять выставишь. Ну, наверное, интересно, чем в прошлый раз. А ты всегда согласен с мнением этих людей? То есть это кто? Авторитеты, проколадуешь, какие люди? Или просто ты чувствуешь отклик? По отклику ощущаешь? Да, ты знаешь, а ведь все впечатления надо собирать. Это профессионал, это непрофессионал. Это внутренняя секция. А если есть у тебя стержень, то в любом случае, то сделаешь то, что все равно останется твоим. А мнение профессионалов, оно, ну, как сказать, не то, что это, знаешь, там, 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 глаз божества, которое тебе там что-то вещает. Тебе, человеку, у которого есть определенный опыт, он, получается, с тобой в этот момент делится своим опытом. Ты знаешь, у него уже есть какой-то багаж знаний, и он тебе говорит об этом багаже. То есть он, по сути дела, тебе что-то подсказывает. И если ты не прислушиваешься к этому совету, значит, ну, просто ты потерял эти позиции. То есть ты считаешь, что в искусстве есть объективность? Или есть субъективность? Или есть субъективность? Или есть субъективность? Я чувствую свою искусство чисто субъективным. У меня вот, как бы, вот это понятие объективности, это оно… Ну, вот поэтому… Ну, вот поэтому… Ну, вот поэтому, как бы, вот это-то и вызывает сомнения, как бы, а… Тебе не надо это все понимать на веру, в чистом виде. Выдернуть ту полезную информацию, ту молекулу, которую человек договорил, понимаешь? Тебе не надо полностью тебе сказать, зачем ты сделал девянос, сделал краску. Я такая, блин, а правда, зачем же я девянос сделал? Все, делаю краску. Ну, вот что-то как-то в этом роде, да, вот только упрощенную в виде, как-то так примерно… Не знаю. Я просто в свое время ушел в художественной школе, у меня даже в художественной школе было подавлено вот это вот преподавание очень многое. Я потом от него несколько лет отходила, от этого преподавания. И смогла раскрыться, когда я уже окончательно забыл, что там было. Потому что после этого у меня очень долго был страх белого листа и вообще ни одной идеи. Лет семь подряд. Ну, реально, если как бы… Только когда уже все вообще-то было выкинуто, забыто, там где-то проработано, переработано, после этого что-то стало изнутри раскрываться. Я не знаю, если так или это только у меня, вот, может быть… Ну, все периоды… А что ты думаешь, профессионал не бояться головы, слушать? Не, ну идеи не было. То есть была пустота, это не было творческого потока вообще. Хотя я… Потенциал вроде был, но он куда-то вот делся вот с этим обучением на какое-то время. Ну, наверное, даже в этот момент надо было выиграть. Да. То есть если что-то не идет, ну, ты просто раз такая съежилась, подождал, накопилась, аккумулировала и вперед все. У тебя были периоды какие-то подлительности достаточно большие, когда ты вообще не стал? Не было. Я просто считаю правильным состоянием поддерживать тебя постоянно в таком-то определенном, квартусном тонусе, понимаешь? Угу. Понятно. То есть как бы… Да, я считаю это правильно. Угу. Надо поддерживать рабочее состояние. Я для себя такой способ. У тебя получалось комбинировать даже в течение одного дня два вида деятельности? Да, конечно. Я не представляю, как это возможно, потому что у меня так не получается это вообще. То есть для меня это вообще, это даже период какие-то несколько недель того, потому… Вот после работы, допустим, грубо говоря, там, 8 часов приезжаешь вечером, естественно, и работаю уже в 2 часа. А семья была в то время? А как-то семья там сама по себе росла, а без тебя там дети, да? Не, ну, как бы стараюсь контролировать все. То есть все-таки как бы… Две работы. Ну, я понимаю, доход же для… Да, да. Но я имею в виду, что общение, как бы, было все-таки серьезное. Ну, в принципе, союз жены крепкие. Ну, очень, не было такой, знаешь, там, непонимания не было. А жена творческая человек? Да, да, да. А она в профессии? Да, да, да. На дизайнер. Понятно. На дети творческие выросли. Ну, дочка, да, получается, вот старшая, она сейчас в Питере живет. Ну, она, да, там, рисует, там… Понятно. То есть, в общем-то, все творческие. Надеюсь, ребенок младше будет более точным, чем папа. А младше и мальчик? Младше, мальчик, да. Вот эта работа меня в интернете очень запустила. Я ее помню. Вот это. Ну, и тут тоже. Воронежская область. Ага. Узнаю. У тебя… А, теща, она уже местная, да? Теща Костова, да. Она, получается, вот из Костомарова она там убирает. Угу. Мы, по сути дела, едем туда, в тещин дом, дедушка уже, то есть, папа, кто еще умер, старенький был, дедушка, опять живет. Ну, там улей, мед, то есть, ты вот на всем этом, природном существуешь. Он долго протянул, то есть, он там живет долго. Ну, а теща вот оттуда, да. Угу. И они, получается, там домик, конечно, старенький, но это не важно, то есть… Ну, и круто, да. Старенький домик – это хорошо. Да, да. Там места-то, ну, ты же сразу знаешь, какие воронежские области есть места. А что, у вас Липецкополь маленькая? Маленькая, да. Ну, получается, тоже много красивых мест, но… Вот. Я, взрослый, чаще было воронежской области. На Варгосте скала, то есть? Да, да, да. Я буквально два года здесь, нет, наверное, года четыре назад для себя их открыла. Они очень близко, но я вообще даже никогда про них воронежской области. Да, воронежской области красиво, да. Да, воронежской области очень, да, красиво. Мы с палаточками, конечно, когда путешествуем, в основном мы едем. Так, на даче больше всего можно. Так, а тут, тут какие-то и уже немножко другие, более геометрические формы, я думаю. Да, разные периоды, да. Появляются. И… Геометрические формы какой-то глубокий смысл заложен, или это просто творческий поток выраженный? И так, и так. Работа… Да, да, это был концепт, это концепт. То есть, вот эту тему я буду развивать дальше. Ну, не дофнативно, конечно, потом она слишком будет, ну, как сказать, слишком очевидной. Ну, это все в разработке. Сколько работ всего на Мистике посчитал? Я вот только сейчас посчитал. Когда я сделал экспозицию, было уже поздно, просто свалили отсюда. 118, что ли? 118. А где они хранятся когда-нибудь? Ну, не спускай же мне их. Ну, я думаю, помещаются? А там не спускай, а помещают. У меня есть основное помещение и коридор такой, как охраняющий, да. И вот в каком виде они хранятся? Они стоят вот так? Полки, полки. На полках? Все, я сделал полки, да. На полках стоят? Да, да, да. Потому что это вопрос, вот, бывает. Все же потом здесь, будет ровно, в трех, в трех, если ты мне сейчас скажешь. Ух, да, возможности у меня будет, наверное. Ну, это, наверное, скорее уже ближе к листине, чтобы опять найти мух, каким мы это… Тут вроде потеплее, а выдвинуться. Да, мне бы было интересно в мастерской побывать, в атмосферу дома. В кухне, да, да. В кухне это другое. Пойдем посмотрим, да. Что там? О, вот это вот. Ну, у меня бирюзовые, оранжевые, фиолетовые, как бы любимые, наверное, оттенки. Поэтому я когда вижу, что ты из этой области, у меня прям все. Ну, девочки они, да. Ну, как девочки. Вот мне Сезанн вспоминается. У него похожая гамма. Ну, у него… Ну, у него… Ну, у него… Веленые, жесткие. Да, веленые. Ну, у него, наверное, может даже… Ну, вот это вот прям… Вот прям… Настолько к душе все вообще. Прям мое. Был такой период, да. А вот у работы, по-моему, я видела тоже, ясно. Ну, тут многое, да. Чем ты фотографируешь? Все не помню. Ну, в смысле, ну, какая? С этим? А, я ее в машину отнесу. Ну, у меня что-то зеркалка или… А я даже ее не помню. Ну, в смысле, у меня большой облещик? Большой. Да. На интеркалку. Ну, типа того, да. Ну, мне вот этого не хватает качества изображения. А как все цвет, как ставишь? Где ты… Потом фотошопную все подтягиваем. Все фотошопную все подтягиваем. Все фотошопную все подтягиваем. Вот ты подтягиваешь по свой монитор. Вот какая засада. А на сужом мониторе оно… Кулигруем монитор. А как это, что это? Ну, есть такой паук спайзер. Ты крепишь его и уставишь баланс серого-белого. Можно технический момент? Вот этот синий цвет, вот эта форма дерева, она изначально была пятном синим, и потом ты прокрашивал светлым? Нет. Или она форма дерева была вот прям синим? Я сразу владел ее, да. То есть она форма была как пятном синим? Да. Ну, просветы все я сразу формировал, да. Ну, я поняла. Ты где-то такую технику видела? Она тебе понравилась? Или она сама как-то решила? Прошла. Прошла. Есть какие-то сочетания цветов? Или какие-то цвета, которые тебе не нравятся? Которые ты стараешься? Нет? Или других что-то? Да ну, в общем, так и блок все ставить. Вот это не нравится. Не-не-не. Ну, вдруг оно как-то само. Нет? Все, что работает, все работает. Да. А ты используешь всякие там жены, умбры, жены, сиены? Реглисируйте, да. Реглисируйте, да. Реглисируйте. Потом, когда работа готова, посмотри, даешь ему как фильтр такой краской. Берешь ты белье открытым? Угу. Наложил ее на работу. Угу. Не высохли. Умбры, сиены. Теллисируешь краски прямо поверху, допустим, белье. Ага, было прозрачным, да? И она у тебя просто отбелила, она у тебя светится. Угу. А цвет тот, который ты получаешь. Как галант специально. Угу. Угу. А ты чем-нибудь вот эти лисировочные краски разложишься? Разбавитель? Ее можно, да, и разводить с какими-то ассикативами, да. Но я, после дела, разбавитель редко использую. Вообще ничего не использую. То есть, просто тонкий слой такой, что она светит. Ну, просто потому, что она у тебя сама все прозрачная. Ну, иногда просто ты ее на белый хвост накладываешь, и она у тебя работает. Угу. Ты наложился, скабрил, цвет остался. Я поняла. Ага. Как работы могут приобретаться, кроме как через интернет? Потому что у меня никакого другого нет. А у меня, наоборот, через интернет, когда, ну, это так. Ну, хоть не знаю, я тут на палубу нажала, а тут стоп нажать. Ну, как они, интересно. Приезжай, что они не нужны. А, я же, а я не знаю. Угу. Чего тут? Ты даже не видишь покупать? Да. Вообще не можешь, да? Они основные иностранцы. Они иностранцы? В Липецке даже покупают? А где? То есть идут в Питере, в Москве? В Москве? В Москве, да. Как ты ее? Это обезличенный процесс на 100%. Они изначально закладывают в цену свою комиссию. Конечно. При чем такую изначально? А бывает так, что они, типа, на всем треть отдают только общую стоимость? Они сложно уговаривать. Или они все решили? Да. Потому что, смотришь, одной из двери. Там проценты. Триста процентов на кнопки. Триста? Триста, не тридцать. Триста. Я поняла. Я поняла, я поняла. Но я знала, что сто процентов, но про триста я не слышала. Это где в Питере? Да. У нас просто знакомая одна в Питере продает корзину. И, получается, ты ставишь свою цену, в ней прибавляется три цены. Угу. И считаем, за какую цену выходит работа. Понятно. То есть, а в большинство так работает, да? Я не знаю как. Ну, я веду так, чтобы ты и видел покупателя. Нет, такой накрытики я еще не видел. А чтобы я не видел, покупатель. Нет, чтобы ты видел, когда именно покупатель там покупает. Ну, да. Там это закрытый процесс и все будет. Хорошо. А вот тут, допустим, двором уже что-нибудь продавал? Ну, нефта как-то продавалась, да. Ну, я же тоже не знаю, как покупатель там покупает. Там все только как будет. Покупатель дальше порвает. То есть, как бы никаких неадресов, ничего не остается. Да, за счет, за счет, за счет, за счет, за счет. Вырос ребенок. Давай, пускай ГРД там послал. А не бывает жалко? Приставаться не тяжело? Вообще не тяжело, вообще. Абсолютно. Потому что самая основная мысль была, что самая лучшая работа, она впереди. Так что, что там. А вообще, ты в каком году начал вообще писать маслом? Когда поступил? Ты учился? В Ярмольске на Липеце? В Ярмольске на Липеце получился. Это что, институт какой-то? В Ярмольске? Понятно. А вот типа ты в Ярмольске почему тебе написал? Обычно пишут, что закончил. Задумаю. Да что ты писал, по-моему. В 6 лет, да? В 5 лет. Только диплом я не пожил по себе. Что? Диплом я не пожил по себе. Я занимался декоративной, прикладной. Клубграф отделения, а там дальше специализация была, да? Ну как сейчас снимать? Ну да. В основном я до поиска занимался. Их все же потом, после окончания. То есть лет 20, получается, ты пишешь уже? Нет, нет. Видишь? Где-то в 99-м году, ну 16. Сырки не так много. Ну это работа получилась, которая буквально 20-30 минут была. Полностью. И ее тоже потом не косилась. Ну она отличается от нас. Она более графичная, уменьшится эта. Это пример? Прямо на морозе? Ну это было быстро работать. Пока не загустела. Она от мороза все застывает просто, да? Ну она везде, да. Масло. Какой же мороз был? Мороз, кстати, небольшой был. Небольшой? Охота. Охота пущей неволе, да? Ну да, я не представляю. Не, я не представляю. Но по цветам, по цветам мне вот это, конечно, больше я не знаю. Ну в принципе вот эта зелененькая тоже нравится. Красику я не очень люблю. Люблю цвет. А вот это вот интересно. Это как бы человек в падении увидел пейзаж. Это у меня, получается, перед домом каменный лох. Очень здоровый, очень видосный. Они там одновременно туда и ходят, например. Это у Кустамарова? Нет, здесь в Литовске. Получается, у нас дом стоит прямо на краю каменного лоха. То есть прямо на балкон выходишь, а у него такая панорама огромная, зеленая. Ничего перед тобой нет. Когда приходит процесс? Которые длинные. В процессе строительства. Ты их вынашиваешь, ты их вынашиваешь. Нет, уже пока чайник. Включили еще. Велико потом. Они уже ждать. Я не поразлюсь на зоне, жду, когда она поверхность. Почему всегда надо стараться в каких-то залах побольше выставить? Потому что ты будешь дистанционно себя выставить. Дома работа может работать. В зале вообще не работает. Вот, да. У меня, наверное, страх еще выставок. У меня есть подожрение, что будет. Ты ее поставил, и она, короче, пропала вообще. А бывает, одна работа может целый зал держать. Здесь есть работа, которую я выставлю, одну взяли, а она будет из зала держать. Я просто знаю. Угу. Ты не выпендиваешь ничего? Нет, я верю. Я верю, я верю. Я тоже так чувствую, что так довольно-нибудь. Эх, дредов-то не видно. Ты чего? Чего? Ну, можно махнуть. Может, как-нибудь их слегка, слегка вперед, да красоты. Ты что, такое это, маханство? Ну, как вообще? Ты же с ними привыкли, да? Они очень не мешают спать. Мне когда были очень белые волосы, они очень мешали. Нормально. Я верю. Я верю.